В день весеннего равноденствия, который в этом году приходится на 20 марта, миллионы людей по всему миру отмечают официальное начало астрономической весны. Согласно древним представлениям, эти сутки считались днем прихода весны, еще до изобретения календаря. Благодаря наблюдениям за светилами, когда Солнце находится ровно в зените, ложится на западе, а встает прямо на востоке, древние люди понимали, что Земля перешла на новый рубеж. В действительности день равноденствия – это период, когда продолжительность дня и ночи практически одинаковая. Дело в том, что по той причине, что Земля по орбите движется вокруг Солнца, нам кажется, что Солнце в течение года описывает большой круг по небесной сфере. Этот круг называется эклиптика. Так вот, на эклиптике существует четыре основных точки. Первое – это день летнего солнцестояния 22 июня, затем день зимнего солнцестояния, который немножечко смещается 22 и 23 декабря, и две точки весеннего и осеннего равноденствий. Равноденствия происходят, когда полушария Земли не наклонены по направлению к Солнцу. В результате Солнце находится прямо над экватором, и оба полушария получают почти равное количество солнечного света. После весеннего равноденствия соответствующие полушария наклоняются ближе к Солнцу, что приводит к увеличению светового дня, более ранним восходом и более поздним закатом. Момент равноденствия, эклиптика и небесный экватор пересекаются. Таким образом, равноденствие является результатом геометрии и движения Земли относительно Солнца. И это явление имеет глубокие астрономические корни, которые влияют на смену времен года и длину дня и ночи на планете. Световой день стал все больше и больше увеличиваться. И вот сегодня как раз то время, когда происходит такое событие, что день равен ночи. Это и есть как раз день весеннего равноденствия. Дальше будет следующая картина. Световой день все будет больше и больше увеличиваться. И соответственно уже 22 июня это будет самая длинная такая продолжительность светового дня. Но я хочу отметить, что как раз в это время наблюдаются белые ночи в Санкт-Петербурге. Всем желающим плюс-минус две недели в это время надо туда съездить для того, чтобы все это зафиксировать. День весеннего равноденствия отмечают с древних времен, еще до того, как явления дали научное объяснение. На Руси весну встречали с радостью и ликованием. В домах накрывали праздничный стол и устраивали шумные гуляния. В этот день готовили различные угощения, например, печенье в форме птиц, а вечером жгли костры. Но стоит отметить, что день весеннего равноденствия имеет свое влияние на погоду. С этого момента продолжительность светового дня будет значительно превалировать над ночью. А соответственно, есть большая вероятность повышенной скоростью таяния снега. Важно отметить, что есть и обратный фактор. То, что у нас сейчас очень много снега, снег имеет очень высокое альбедо. Альбедо – это характеристика отражаемости. То есть сам факт наличия снега гарантирует больше половины отраженной радиации. Таким образом, эта радиация не нагревает нашу поверхность, а отражается обратно. И таким образом не способствует повышению температуры. День весеннего равноденствия – это особенный момент в году, когда день и ночь встречаются на полпути, символизируя баланс и гармонию в природе. Весеннее равноденствие является временем перемен, переходом от зимы к весне, от тьмы к свету, от покоя к возрождению. Этот день напоминает нам о важности равновесия и уважения к природе, о необходимости стремиться к гармонии в нашей жизни. Ангелина Севастянова, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова